Летаем вместе На этой локации Я думаю, что многие уже догадались, что мы сегодня летаем в прекрасном месте, необычном месте, которое называется Добропарк В силу обстоятельств в прошлом году на майские праздники Добропарк был закрыт на карантин Сегодня ситуация изменилась и у нас есть прекрасная возможность выполнить полет в этом месте и поговорить о нем Наша сегодняшняя экскурсия организована сразу двумя YouTube каналами Это канал Летаем вместе и канал Проф Продакшн Это результат нашей совместной работы Итак, приглашаю вас посетить это прекрасное место вместе с нами и поговорить о нем Огромная территория Добропарка состоит из множества абсолютно разнообразных и интересных локаций Некоторые из них уже построены и принимают посетителей А некоторые из них только еще строятся Для удобства понимания того, где находятся эти локации и как они выглядят Вы будете во время всего полета видеть специальные указатели Общая площадь Добропарка составляет около 400 футбольных полей Как видите, помимо прочего, здесь есть озера, которые очень сильно украшают и дополняют общее восприятие композиции этого парка В общей сложности в парке находятся 16 озер среднего размера Отдельная их часть будет обустроена для пляжного отдыха и купания Один водоем превратится в озеро Мане с бесчисленным числом настоящих кувшинок Предполагается, что парк сможет принимать зимние фестивали и стать центром проведения новогодних иллюминаций Как мы уже и сказали, предполагается поочередное открытие отдельных локаций парка В настоящее время подготовлен ландшафт, рельеф, ручьи Уже сейчас глаз посетителей могут радовать более 40 тысяч кустарников и деревьев Возраст которых составляет 10 и более лет Организаторы позаботились о создании современной системы полива Длина трубопроводов которой превышает 38 километров Под размещение газонов было отведено около 13 гектаров земли В мае многочисленные посетители уже смогли насладиться красотой тюльпанов разных оттенков и сортов Локация, где они высажены, имеет длину 8,5 тысяч метров Ширину 120 сантиметров В парке также находится прекрасная фуд-зона Представленная ресторанами и пиццерией, а также открытыми площадками Только что в кадре мы с вами видели аттракционы Сегодня это не одна, а уже две локации на территории Добропарка Где можно прекрасно провести время с детьми Нужно отметить, что Добропарк это семейный проект семьи Добруцких Игоря и Елены Игорь и Елена достаточно давно увлекались разведением различных видов растений Засаживая свободные участки возле дома различными деревьями, кустами, цветами, травами И, соответственно, вот это увлечение переросло вот в такой уже, можно теперь сказать, семейный бизнес Который радует огромное количество людей Эта локация прекрасно подходит для незабываемых фото и видео сессий В первую очередь связанных с какими-то знаменательными датами Например, с бракосочетанием Мы сейчас в кадре с вами видим такую арку, сделанную из сердец И, вооружившись видео и фотокамерой, можно приехать сюда Провести здесь большую часть дня Дождаться вечера И поймать незабываемую игру света И получить незабываемые уникальные кадры Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Чтобы увидеть поля тюльпанов, теперь не нужно ехать в Нидерланды Тюльпановые поля уже есть и под Киевом Добропарк – это уникальный дендропарк Украины В котором этой весной зацвели 3 миллиона тюльпанов 97 сортов Для сравнения, в прошлом году их было 1 миллион 270 тысяч В следующем году цветов станет еще больше А через два года их количество может увеличиться от 5 до 7 миллионов Цветов в украинском дендропарке станет столько же, сколько в знаменитом Нидерландском Королевском парке цветов В парке также откроется Самшитовая, Гортензиевая и Лавандовая долина Отдельно стоит остановиться на Островке Любви, где будут представлены различные инсталляции романтического содержания Собраны шикарные картины, удивительные композиции из цветов Существуют планы по организации Большой долины трав, где посетителей смогут радовать сакуры, магнолия, сирень, декоративные плодовые деревья В общей сложности здесь хотят поселить более 10 миллионов разных видов растений Фактически речь идет о современном уникальном дендропарке, на обустройство которого пойдет около 4-5 лет Организаторы с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее Относительно возможности размещения тут пасхальных инсталляций, писанок Подобно тому, как это несколько лет подряд было организовано в центре Киева, на Софиевской площади Добропарк хотят превратить в ботаническую резиденцию загородного типа Куда смогут на экскурсию приезжать столичные школьники, студенты со столицы и пригорода Комплекс станет площадкой, где юным натуралистам удастся познакомиться со спецификой селекции растений Особенностями черенкования деревьев, кустов Научиться ухаживать за растениями, понять их природу развития У создателей Добропарка есть интересная идея создания театра ароматов на территории этого дендропарка По задумке основателей это будет эксклюзивный амфитеатр, равных которому нет в мире На его сцене в разные периоды цветений смогут выставляться соответствующие растения, будь то нарциссы, тюльпаны и так далее Изюминкой здесь окажется работа нескольких сот вентиляторов Их основным предназначением является непрерывная мягкая подача ароматов зрителям Кроме этого в парке регулярно будут проводиться всевозможные мероприятия, важные события, праздничные действия, выставки новых сортов растений Жителям Киева и пригорода обязательно стоит Посетить столь удивительное и необычное место Фактически это парк света и цвета Существующая программа не сможет оставить посетителей равнодушными В дневное время суток их порадует игра цвета, лучи солнца, всевозможные оттенки А вечером вниманию гостей предлагаются блики на водной глади озер, необычная иллюминация Это очень хорошее место для проведения фото и видео сессий Конечно же возникает вопрос как добраться к комплексу К комплексу можно подъехать на общественном транспорте Для этого лучше добраться до станции метро Житомирская Оттуда ходят прямые автобусы для посетителей в направлении села Матыжин Альтернативой могут являться маршрутки номер 375, 771 и 373 Путь будет лежать по Житомирской трассе Е40 В дороге придется провести около 30 минут Вход в Добропарк сегодня стоит взрослый билет 150 гривен и детский билет 80 гривен На территории Добропарка также работает прокат велосипедов Вы можете взять на прокат велосипед и покататься по прекрасным дорожкам этого уникального места Итак, друзья мои, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Летаем Вместе, если вы этого еще не сделали Впереди будет очень много интересных экскурсий, локаций и впечатлений Вы также можете помочь развитию канала материально Вся необходимая информация для этого есть в описании к данному видео Это поможет нам осуществить некоторые поездки в отдаленные локации и познакомить вас с этими локациями Вам мы желаем отличного настроения, крепчайшего здоровья, отличной летной погоды И обязательно возвращайтесь на канал Летаем Вместе До встречи, друзья мои! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова